Всем привет! С вами Артём, и в этом видео от компании Allo я познакомлю вас с интерфейсом и возможностями Philips Android TV. Производитель не стоит на месте, постоянно улучшая, обновляя и оптимизируя свою смарт-платформу. Новый интерфейс Android TV построен на базе Android 5.0 Lollipop. Никуда не делись популярные и полезные Google сервисы. Поиск, включая голосовой поиск прямо с пульта во флагманской модели, магазин приложений Google Play, сервис Play Games, Play Movies, Play Music, короче, вся вселенная гугловских сервисов уже есть в вашем новом телевизоре Philips прямо из коробки. Новый интерфейс стал ощутимо проще для неподготовленного пользователя, в разы быстрее даже на нетоповых устройствах, в общем, стал однозначно лучше. В самом верху Google Search. Он текстовый, ввод поддерживается с экранной клавиатуры или с пульта, на выбор. Как я уже говорил ранее, во флагманской модели поддерживается голосовой поиск с пульта. Ниже расположены рекомендации. Там видео, на каналы, с которыми вы подписаны, свежепоявившийся или хитовый контент с того же Play Movies. Дальше коллекция Philips. Там находятся приложения и контент, рекомендованный производителем. Стоит заметить, что приложения действительно полезные. Ниже предустановленные или же установленные вами приложения. Перед вами открыт практически весь Google Play. Слово «практически» я сказал не случайно. Приложения в маркете показываются лишь те, что оптимизированы для данной платформы. В процентном соотношении считать не возьмусь, но огромное количество аппов в Play Store оптимизировано для работы с Android TV. А значит, недостатка в их выборе вы не ощутите. А если даже выйдет так, что необходимого вам приложения не будет в списке, заточенных под Android TV, не беда. Всегда можно найти ему замену. Аналогичный работающий апп. Это ж Google Play. Следом на главном экране расположены игры. Да, они вынесены в отдельную группу. Производитель уделил особое внимание игровому моменту. Благодаря мощным процессам во всех линейках телевизоров от Philips, вам доступны самые требовательные игры под Android. Управлять игровым процессом можно при помощи USB или Bluetooth геймпада. Или комплектного пульта. Но о них чуть позже. Ну и последняя графа – настройки. На них задерживаться не будем. Обычные такие настройки. Самые привычные настроечные настройки. Правда, красиво оформленные. Этого не отнять. Также в каждом умном телевизоре второго поколения встроен Bluetooth. В некоторых моделях он служит для связи с пультом, но основное его применение – беспроводная акустика. Или беспроводная гарнитура, например. Моя супруга, кстати, ненавидит, когда я по ночам ручу двигателем в Гран-Туризм или устраиваю перестрелки в Лейнуар на своей игровой консоли. А без звука мне совсем не играется. Так что это определенно полезная функция. А еще можно подключать до 4-х Bluetooth-геймпадов и резаться с друзьями в хитовые игры без всяких игровых консолей. Экономия в чистом виде. Самому играться тоже можно и в тот же Asphalt 8, и в тот же Walking Dead. И на тех же 49-ти дюймах телевизора вместо 5-ти дюймов смартфона – это непередаваемо круто. Управлять телевизором можно при помощи поставляемого в комплекте удобнейшего пульта. С одной стороны, это самый на первый взгляд обыкновенный пульт. С другой – полноценная QWERTY-клавиатура. Как и ранее, в первом поколении Android TV от Philips, случайные нажатия исключены, работает только та сторона, которой пульт повернут кверху. Вернемся к обычной, на первый взгляд, фронтальной панели пульта. Сверху кнопка включения, а чуть ниже – кнопки управления воспроизведением, причем они работают еще и в потоковом видео. По отношению к пульту предыдущего поколения переехали кнопки назад и домой, что существенно облегчает управление. Стоит добавить, что во флагманских моделях пульт поддерживает еще и свайпы от центральной кнопки ОК. Если зажать кнопку направления, будет производиться эдакий затяжной скролл. Казалось бы, мелочь, а приятно. Именно из таких приятных мелочей и формируется общее положительное впечатление. И этим мелочам здесь уделено огромное внимание. В остальном же, это все тот же удобный классический пульт, без всяких мудреных тачпэдов, которые приводят пожилое поколение в неистовый ужас. Еще один бонус – игры для пульта. В тот же Асфальт можно играть при помощи родного пульта, и это удобно. Кстати, в магазине приложений игры, поддерживающие пульт, вынесены в отдельную группу, и это тоже удобно. Что стоит отдельно отметить, так это поддержку Google Cast. Огромное количество приложений, в том числе популярный браузер Chrome, умеют кастовать изображения на экран телевизора. Все, что вам нужно – это источник и телевизор, подключенные к одной и той же Wi-Fi сети. Покажу на примере Ютуба. Просто нажимаем отдельную кнопочку, выбираем необходимый телевизор-приемник и наслаждаемся контентом. А теперь главная изюминка. Я оставляю Ютуб в покое, выхожу из приложения и начинаю играть в любимый Fallout Shelter. Видео продолжает проигрываться. Магия? Нет. Philips Android TV. А сейчас еще немного магии. Не только устройства на Android умеют такое делать, но и яблочные девайсы тоже. Ну, портатив портативом. А как же контент для телевизора напрямую? А он есть. Помимо штатных Мегу Го и Дивана и еще кучи официальных сервисов, установив виртуальный медиа-центр и добавив к нему пару плагинов и пару источников, вы получаете доступ практически к любым онлайн-кинотеатрам. Все вы знаете их названия и все вы ими пользуетесь. И вот только не надо мне тут о том, что все пользуются исключительно лицензионным контентом. Покупают DVD и W-Ray. Что, серьезно? Покупают? Ну, круто. Горжусь вами. В зависимости от модели телевизора, количество встроенной памяти составляет 8 или 16 гигабайт. Большинству пользователей этого хватит с головой. Но есть такие люди, которым все время мало места. Я в их числе, кстати. И пусть половиной из того, что установлено у меня на смартфоне, я не пользуюсь. Но память забита под завязку. Так вот, специально для таких людей память телевизоров Philips образца 2015 года можно увеличить еще до 64 гигов флешкой или внешним жестким диском. Телевизоры Philips Android TV готовы раскрыть перед вами весь свой богатый внутренний мир, полный полезных приложений, игр и самого разнообразного контента. Удобные и простые в использовании как интерфейс, так и пульт не вызовут затруднений ни у одного юзера. Телевизоры Philips на Android TV – это комфортно, это функционально и современно. В этом видео от компании Allo я познакомил вас со смарт-платформой Android TV телевизоров Philips. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. С вами был Артем. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok